Конечно, сегодня наш выпуск почти полностью посвящен Дню Знаний, и это не случайно. Каждый житель России связан с этим днем. Первый курс, как первый класс, много нового у вас, доносилось с торжественных линеек. На праздники побывали и мои коллеги. 340 первокурсников в этом году начинают свой профессиональный путь в Чебоксарском политехническом институте, филиале университета машиностроения. 113 из них будут учиться на бюджетной основе. 70 баллов – самый высокий проходной балл по физике в этом году в этом учебном заведении. И все специальности, которые здесь вы выбрали, они востребованы на рынке труда. От спроса и предложений на сегодняшний день рынок труда формируется. Буквально мы встречались с нашими крупными предприятиями промышленного комплекса. Они сегодня занимаются поиском высококвалифицированных специалистов. Это инженерно-технические специальности, либо здесь специальности машиностроения, электроэнергетики. Будущим машиностроителям, инженерам, программистам традиционно вручили ключ к знаниям и студенческий билет. Такие же атрибуты нового учебного года получили и студенты ЧГУ имени Ульянова. Этот ключ открывает двери к получению новых знаний и уже от каждого из вас зависит, какими они будут, подчеркнул ректор университета Андрей Александров. 100 тысяч выпускников за 47 лет достижения коллектива ЧГУ. Я всегда мечтал стать программистом, потому что в будущем, я думаю, антисфера будет бурно развиваться. И вот поэтому решил поступить. Сегодня радостный день, потому что мне предстоит познакомиться с моими одногруппниками. Чебоксарскому техникуму строительства и городского хозяйства в этом году исполняется 88 лет. На торжественной линейке 780 первокурсников, а заявлений было подано 2800. Я выбрал эту профессию, так как она очень перспективна. А техникум тоже является одним из самых лучших в самом городе и даже по Волжье. Он берет практически мировой уровень. Мне нравится это здесь образование. Как строить и жить в 21 веке, подают пример старшекурсники. Этот красивейший сад во дворе техникума они разбили собственными силами. Беседка, фонтан, цветы. Глава республики Михаил Игнатьев не удержался от комплиментов. И подчеркнул, что ситуация со спросом и предложением на рынке труда нашего региона начинает меняться в лучшую сторону. Если даже в этом году возьмем показатели, кто поступил на перекурс, на среднее профессиональное образование в этом году больше 3000 студентов поступили. А взять студентов, перекурсников высшего образования, снижение на 700 мест. Это говорит о том, что на самом деле и родители, и учителя подсказывают выпускникам школ, на что нужно смотреть, на что нужно обращать внимание. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика.